МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Городские волонтеры прошли обучение. Городские соревнования по бадминтону. А теперь об этих и других событиях подробнее. Из-за сильного ветра 7 декабря без света остались более 8 тысяч человек, жители 10 районов Смоленщины. Сильный ветер порывами до 15-20 метров в секунду привел к нарушению электроснабжения в Вележском, Рословском, Ярцевском, Демидовском, Кордымовском, Сафоновском, Духовщинском, Гагаринском, Вяземском и Починковском районах. Сейчас электроснабжение восстановлено. На плановом оперативном совещании глава администрации подвел итоги минувшей недели и определил задачи на текущую. В учреждениях образования проходят предметные олимпиады муниципального уровня. 10 декабря десногорские школьники будут писать пробный единый государственный экзамен по русскому языку. Руслан Олейников обратился ко всем с просьбой сообщать в полицию о появлении в городе лиц цыганской национальности. У нас было такое совершено преступление в отношении престарелой женщины. На лавочке подошли две цыганки, как мы выяснили, подставили с соцработниками, подошли на квартиру по адресу 320. Впоследствии, как выяснилось, похитили 112 тысяч. Если где-то в городе увидят лиц цыганской национальности, чтобы сразу позвонили нам на дежурную часть на 2. Командиры поисковых отрядов Десногорска приняли участие в закрытии вахты памяти 2015. 10 и 11 декабря в музыкальной школе нашего города пройдёт первый межрегиональный конкурс, посвящённый памяти заслуженного артиста Российской Федерации, основателя Оркестра русских народных инструментов Виктора Павловича Дубровского. А 16 декабря в зале нейтрина состоится концерт Смоленского русского народного оркестра имени Дубровского. Цена продовольственной корзины в Смоленской области за неделю снизилась на 0,2% и теперь составляет 4400 рублей 91 копейку в месяц, сообщает пресс-служба спеццентр учёт ВПК. Основное снижение цены произошло из-за яблок. Их средняя потребительская цена снизилась за неделю на 3,6%, то есть до 68 рублей 62 копеек за килограмм. Также на 1,6% подешевела овсяная крупа до 27 рублей 70 копеек за килограмм, на 1,5% поваренная соль и сычужные сыры на 1% до 330 рублей 22 копеек за килограмм. В овощном сегменте рост цен отмечен на огурцы на 14,2%, что составляет 114 рублей 85 копеек за килограмм, помидоры на 3,5% – 113 рублей 86 копеек за килограмм и лук репчатый на 1,8% – 25 рублей 26 копеек за килограмм. Стоит отметить, что в связи с увеличением производственных затрат в осенне-зимний период в основном на тепловую и электрическую энергию стоимость огурцов и помидоров за месяц увеличилась на 144% и 49% соответственно. В том числе на 30 ноября стало известно о подорожании майонеза на 3,5%, шлифованного гороха на 1,7% и ржанопшеничного хлеба на 1,1%. Цены на остальные социально значимые продукты питания изменились незначительно в пределах 1%. С 2016 года начнут отмечать День смоленского поисковика. Об этом стало известно на закрытии вахты памяти 2015. День смоленского поисковика будут отмечать ежегодно 15 февраля. На участке автодороги от Сбербанка до перекрёстка РСЦ идёт ремонт водовода. Как было объявлено ранее, этот участок дороги перекрыт для движения автотранспорта. Вскрыт второй центральный водовод города. Этот ремонт проходит по плану подготовки города к зиме. «Принято решение заменить железную трубу на пластике современного, чтобы больше не было». В настоящее время все городские потребители переключены на первый водовод, так что на время ремонта перебоев с холодной водой не будет. Ремонтники считают, что погодные условия позволят им сделать замену труб до 18 декабря. А сейчас блок криминальных новостей. В Починковском районе полицейские раскрыли факт незаконной порубки леса. В ходе проверки сотрудники выяснили, что срублено 20 елей в лесном массиве близ деревни Слобода. У подозреваемого 43-летнего местного жителя изъят трактор и бензопила. В настоящее время проводится проверка. Вечером 8 декабря напротив 13-го общежития 1-го микрорайона произошло возгорание двух автомобилей. Информация о пожаре поступила в дежурную часть МЧС с 8 декабря в 21.33. На место происшествия выехали пять огнеборцев на автоцистерне 15-й пожарной части. Выяснилось, что произошло возгорание автомобилей Volkswagen и ВАЗ-2115. Причины возгорания и причиненный ущерб на данный момент устанавливаются. Накануне 8 декабря около 17.15 в 1-м микрорайоне 48-летний водитель Opel Vectra сбил мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП 53-летний пешеход доставлен в медсанчасть 135 с отрясением головного мозга и переломом бедра. Уважаемые десногорцы, будьте внимательны. В УМВД России по Смоленской области впервые состоялись региональные рождественские чтения «Традиция инновации. Культура, общество, личность». Чтения проводятся для того, чтобы объединить органы власти, силовые структуры, общественность для обсуждения значимых вопросов. В настоящее время роль сотрудника ОВД в сохранении мира и стабильности в обществе и государстве очень важна. Служение Отечеству должно основываться на положительных, духовно-нравственных качествах сотрудника органов внутренних дел. Заключённое между УМВД и епархией соглашение закрепило в письменной форме уже сложившиеся взаимоотношения и наметило новые цели и задачи взаимодействия. Одно из важных мероприятий – духовно-нравственное совершенствование сотрудников органов внутренних дел и формирование положительного имиджа полицейского среди населения. Начальник УМВД России по Смоленской области генерал-майор полиции Михаил Скоков также отметил важность рождественских чтений, подчеркнув, что духовность и нравственность очень важны в жизни сотрудников органов внутренних дел. «Выполняя служебные задачи в современных условиях, многие из вас поддаются всевозможному соблазну. Но для того, чтобы требовать исполнения законодательства от граждан, мы должны яркими примерами быть в исполнении самого же законодательства. Это начинание от поведения в быту, в семье, поведения с друзьями, с коллегами и так же при выполнении своего служебного долга». Генерал Скоков искренне пожелал всему личному составу пройти по жизни достойно, с высоко поднятой головой и оставить после себя добрый и светлый след, быть сильными духом. Завершилось мероприятие просмотром фильма о прошлом и настоящем Смоленской полиции и экскурсии в музей истории Смоленской полиции. Представители Управления ФСКН по Смоленской области, областного центра, психолога-медико-социального сопровождения и специалист Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам молодёжи провели в Десногорске обучающий семинар по вопросам противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и психотропных веществ. На тренинг в молодёжный центр пришли волонтёры из школ города и колледжа, учили уверенному поведению в общении. Волонтёры, да, то есть они же стремятся помогать везде и всюду, да, вот, ну и чтобы они были более уверены, умели общаться со всеми людьми, умели выстраивать отношения как-то, да, то есть налаживать отношения, умели решать и справляться с какими-то конфликтами, потому что люди все сложные, все со своими характерами, вот, как бы это очень важно, очень нужно. Плюс ко всему это пригодится им дальше, да, когда они пойдут учиться в своей какой-то личной жизни, да, в том числе, всё это пригодится. Во время тренинга ребята решали базовые упражнения, отрабатывая навыки уверенного поведения в общении. Полученные знания помогут подросткам уверенно сказать «нет» наркотикам, не пробовать их никогда и до конца стоять на своём. А специалисты Центра психолога-медика социального сопровождения будут и дальше обучать волонтёров. Главную ёлку Смоленска установят на этой неделе. Монтаж обещают завершить до субботы. В Десногорске также ведутся работы по установке ёлки. Монтаж новогодней красавицы проходит на площади перед Нитрино. Работы практически завершены, и скоро она будет радовать десногорцев и гостей от Амграда. А главную городскую ёлку установят на прежнем месте возле здания администрации чуть позже. Кроме того, в создании праздничного настроения примут участие частные компании и индивидуальные предприниматели. 5 декабря в физкультурно-оздоровительном комплексе Десна прошли соревнования по бадминтону среди школьных команд. Итоги турнира в нашем следующем сюжете. Городской турнир по бадминтону среди школьников проводится в Десногорске уже не впервые. Показать своё мастерство собрались более 60 учащихся. Состязания проходили как в трёх возрастных категориях – младший, средний и старший – так и в командном зачёте. Бадминтон у нас в городе становится популярным среди юных спортсменов. В школах этот вид спорта включён в основную программу, работают секции. Соревнования проходили целый день после подведения итогов с очень большим отрывом по очкам лидировала команда четвёртой школы. На втором месте – школа номер три, третье место у второй школы, на последнем – команда школы номер один. Все победители в своих категориях награждены медалями и почётными грамотами, а команды – кубками. Следующий этап соревнований по бадминтону среди учащихся школ состоится в феврале следующего года. Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-tv.ru. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова